Детеныш Косоли по имени Молли постепенно привыкает к новому дому. В Гродницкий зоопарк она попала в возрасте не более недели. С того момента заботу о животном взяли на себя люди. Спасеныш живет в ветеринарном корпусе почти два месяца. Ее выкармливают козьим молоком, но уже добавляют в меню пищу взрослых животных. Траву, веточки ивы и ореха, а также различные овощи. Два раза в день маленькую Косолю выгуливают на поводке и дают возможность привыкнуть к городским звукам. Ведь в зоопарке жить она останется навсегда. Молли, в отличие от других малышей, попавших в зоопарк из природы, поступила сюда по всем правилам. Ее действительно спасли, а не нашли затаившуюся в траве или под кустом. Собаки спугнули детеныша из открытия и загнали в деревню. Вернуть Косоленка к маме было уже невозможно. Молли, она к нам действительно попала как спасеныш, ее действительно спасли. Но если, допустим, кто-то идет по лесу и случайно найдет в траве затаившееся животное или где-то в кустах малыша какого-то, ни в коем случае его нельзя изымать из природы, потому что быстрее всего мама где-то находится рядом. И пока человек стоит возле малыша, мама ни за что не подойдет к малышу. Нужно только в том случае, если видно, что действительно животное терпит бедствие. Если какая-то рана есть у животного, ну вот тогда, да, надо звонить в природоохранную организацию. Вот они приедут, оценят ситуацию и уже дальше будет видно, как действовать. Как раз в июле-августе у Косоль начинаются активные брачные игры, добавляют специалисты. А это значит, велика вероятность встретить в природе малыша. И если вы видите, что животное здорово, лучшее, что можно сделать в такой ситуации, просто пройти мимо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова